1-0 в пользу Рут Гейминг. Придется что-то делать, Тим Архон. Придется либо смириться и проиграть, либо показать свой характер и свести на этой карте встречу в ничью. Ну а дальше будет решающее и посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Знаете, хотелось мне всю прошлую игру, чтобы Тим Архон показали... Ну не то, чтобы я хотел, чтобы они выиграли, но я бы хотел просто посмотреть, что они смогут сделать с лансером, чтобы они показали, что-то можно вообще с ним сделать или нет. Ну и вот, к сожалению, не показали. Ну да ладно, друзья, в этой игре, если лансер будет в мане, все будет хорошо, а если нет, то я не вижу причин, почему бы его не пикнуть одной или второй команде. Считают Тим Архон, что их все проблемы были в той игре связаны не с лансером, а с Лешаком и с Аленсером. Ну окей, говорят Рут, окей, посмотрим. Мы берем других саппортов, но оффлейнеры оставляем. Клакверк Виверна, такой вот пока что пик у Рут Гейминг, а у Тим Архон Шторм и Шейкер. Кстати, эти два персонажа были в бане в прошлой игре. Ладно, ну это пока нам особо ни о чем не говорит. Герои, которые в парадигме, в современной, постоянно тусуются, то в ман попадают, то в пик, это просто набор хороших героев, это пока что не какая-то стратегия. Не видно здесь какого-то там адски магического урона или там, допустим, упора на масс-файт, на массовые какие-то скиллы массированные, вот такие вот глобальные, или там на какие-то пушащие стратегии. Пока все тихо, спокойно, чинно благородно. Что называется, Шейкер, Шторм, Лансера забанили сами Рут Гейминг. Окей. Смотрите, пикали сейчас Руты. То есть, бан, здесь тоже бан, потом бан от Рут и пик. Пик у Рут Гейминг. То есть, они не хотят с Лансером играть. Я вот не совсем понимаю, ну то есть, как можно рассуждать. То есть, если у вас какая-то стратегия работает, и вам дают ее пикать, почему бы ее не пикать? Ну, возможно, они забоялись Шейкера со Штормом, ну, дескать, а Хаслэм там в Лансера, миллион иллюзий, всех убил, там, и Шторм тоже прилетел, но... Ок, в той игре тоже Лансера убивали, но, как бы, это вот дорогого стоило. Ну, может быть, без Лансера смогут. Посмотрим, что смогут без Лансера вообще. По скилу, не сказать, что какая-то команда была явно сильнее. То есть, и Руты вроде неплохо там показывали интересные моменты, и Тимархоны тоже ничего так... О, ага, тогда понятно, тогда все понятно. То есть, Рут Гейминг говорит, да, все работает хорошо, вы расслабились, мы Лансера забанили, а теперь мы вам Нагу покажем. О! Что, слабо? Кстати, знаете, в чем преимущество Наги над Лансером? Шейкер Нагу убить не может, потому что Нага не бегает толпу, как Лансер. Нага бегает поодиночке, у нее каждая иллюзия на разную сторону направлена, да, то есть, одна на топе, другая там на боте, сама Нага в лесу, вот, там, две еще где-нибудь на центре пушат, ну, взяли Герокоптера. То есть, окей, теперь что-то с Нагой надо делать, ну, давайте возьмем Герокоптера. Ну, кстати, Нага и Герокоптер это такие два тоже бойца, посредственные, на самом деле, в тимфайтах. А, это саппорт Нага, вот, не поговорили мы об этом. Ну, Герокоптер, почему посредственные? Он, как бы, хорош тем, что, да, у него много магического урона, сразу же он выдает ракет бараш, там, кулдаун сверху, накрывает флаг кэноном, тоже по многим персонажам попадает, но у него нет пассивных скиллов, то есть, ему, чтобы сильно пробивать, нужно криты, ему, чтобы танковать, нужен сатаник, ему, в конце концов, надо БКБ, вот, а многие кэри-герои, вот тот же лансер, допустим, не нуждаются в этих артефактах, они вот сами по себе уже крутые, или могут как-то компенсировать это, допустим, наличием каких-то пассивных способностей, ну, тот же, например, Войт с башем, там, или Джекернаут, там, с критами. Ну, каждый кэри хорош по-своему, честно говоря, это такое неблагодарное дело выяснять, кто же лучше, Герокоптер, там, или Нага-сирена. Как они хитро-то сделали, да, то есть, тут, типа, Герокоптер якобы, чтобы против Наги, а тут вам, вот, вот вам антимаг. Ну, и тогда я подозреваю, что Рутгейминг сыграют в Нагу с Мидасом, то есть, саппорт Нага с Мидасом, ну, а если что, то потом Радиантик соберет и так далее. Почему нет? То есть, так у нас антимаг кэри, так у нас еще и Нага будет кэри. И под конец игры вы помните, что там Сайленсер был с 15 тысячами Натворца, да, 15 тысячами Натворца под конец игры был, это было весьма-весьма... Я не совсем понял, зачем Скаймага пикнуть после антимага, чтобы в антимагу был выбор, куда давать мановоид Скаймага или Шторма, или что. Ну да, понятно, что затыкает там Сайленс, но это опасно, опасно, очень опасно. Бытует мнение, что Дима Архон якобы не палит стратегии, но зачем тогда вообще играть? Мне понравился отличный комментарий, что, ну, можно же пикнуть не обязательно... Хорошо, вы не палите стратегии, но пикните что-нибудь классное вот из прошлого, какой-нибудь там старый пик, возьмите хороших героев, да и выиграть. Потренируйте там что-то, запасной план, почему нет? Ио с Тинни, в конце концов, возьмите, они всегда могут быть в любом мете, могут быть актуальны. Возьмите Ио с Тинни и пойдите, типа, поделитесь. Ну да ладно, ну да ладно. Последний пик у Рутгейминг, это персонаж, который будет против Шторма стоять, это, ну, можно Пака взять, в конце концов, если уверены. Давайте, может быть, инвокера, давно не видели инвокера, с Аршидом. Инвокер с Аршидом фастовым и просто, и вексовый, или класс вексовый, или просто вексовый, с Аршидом. И чтобы он бегал по всей карте, нагибал таких вот скаймагов и шекеров. Прибежал Аршид, бросил, пю-пю-пю, колд снэп, досвидос. Вот инвокер, я за инвокером. А, вот это вот выглядит, как заготовочка какая-то. Ну, то есть, как то, что парни не боятся показывать, потому что это какой-то супер победный пик. Очень все жесткие здесь. Ну, Клакверк сам по себе жесткий. Антимагу фармить нельзя, не дать, потому что у него Виверна и Нага будут на подсейве. Разора, ну, не знаю, как там Шторм против Разора стоит, весьма недурственно, я думаю, у Разора будет на линии дела. Да, может быть, Шейкер будет приходить там что-то на 3G, ну, короче, в общем. И посмотрите на этого герокоптера. Вот если Разор доберется до него, даст ему поводок. И еще и баг, ну, если у Разора появится БКБ, он прожимает БКБ, подбегает к герокоптеру, просто бросает в него, кстати, клинк, и все. И герокоптер уже там ничего не надамажит, никого не надамажит. Все остальные просто будут вокруг него хороводы водить, антимаг там будут бегать. И такой, да, что-то там щекочет меня, неужели это герокоптер постреливает? Единственный, единственный персонаж, который бьет физ уроном, герокоптер, и он уже как бы выключен из игры. Ну, надо что-то хитрое сейчас показать. Давай, Лондруида, показывай, чат. Вариантов нет других. Ну, потому что все остальное смотрится как-то вяленько. Оффлейнер нужен? Ну, Тайд, ну, не знаю. Ну, масса льды... Хорошо, Тайд залетает, Реведж. Ну, Магнус плохо, мне кажется. Шейкер запрыгивает, эхо-слэм. Герокоптер, колдаун. Ну, может быть, вот так вот через Тайдан. Ну, опять же, там плотный будет Разор. Клакверк, Виверна, это еще тоже. И смотрите, то есть, если мы еще о физдэмэджи говорим, не стоит забывать, что Cold Embrace. Cold Embrace, который тоже помогает избавиться. Сложно, потому что никто не вылетел. Dark Seer, ладно. То есть, решили Dark Seera... Ну, это слабо. Ну, не знаю, может быть... Нет, не слабо. Хорошо. Не слабо. Сложно мне проанализировать все-таки, что было бы лучше, там, Dark Seer или какой-нибудь там Тайдхантер. Каждый хорош по-своему, в принципе. Стенка стоит долго, стяжка есть, демэдж она тоже наносит. Ну, так и Тайдхантер тоже реведжем, как бы демэджи нормально вносит. БКБ от того и от второго защищают. А если... Ну, ладно, в общем. Стяжка хороша, конечно, под Шейкера в этом плане. Да, тут не поспоришь, что Шейкер, как бы, сразу же все собраны и Шейкер, да, их ослэмит. Ну, ладно, ладно. Ну, вот честно, пик слабоват у Тимархон. Вот прям совсем слабоват. Dark Seer уформить вообще не дадут. Верн там вылетит, его сразу отгонит. Нага еще с сеткой. Они просто его развели там на Сурдж, сетку бросили и, дружище, ты погиб. И, дружище, ты погиб. Ну что ж, с командами уже знакомы, друзья. Видим уже их не первый раз. И вот она, желтенькая ячеечка заполнена. Черненькая ячеечка заполнена желтеньким цветом, означает то, что рут гейминг ведут 1-0. Побежали ставить варды, но тут уже будут встречать Dark Seer. Будут его встречать. Так, уверенно бежит Dark Seer. Кстати, он тоже какой-то копытный. Смотрите, у него оказывается копытца есть. Нет, он как-то в другую очередь. Свернул, свернул. А я не сюда. Я вот так вот вард поставлю. Я так тоже умею. Ну хорошо. Вот там Монага сверху увидела. Да. Ну, поставят, посмотрят друг на дружку. Да и разбегутся. Да и разбегутся. То же самое произошло и с Клокверком. Не смог он поставить никуда свой вард, но он может... А, ага. О-хо-хо-хо-хо. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Нага говорит, что там все-таки. Я видела, что Dark Seer был там, поэтому нужен вард. Говорит, ну-ка, фан поставь. Но не хочет фан ставить. Шторм еще реминатика... А, это у нас фармящий, получается, Шторм Спирит. Нет, не фармящий. Нет, фармящий. Корок на Шторме играет. А, вот оно что. Смотрите, Скаймак медовый. У-ху-ху-ху-ху. А, Герокоптер, что, Саппорт? Нет, не может такого быть. Нет, все. Это просто Корок на меди будет играть на Шторме. Разобрались. А то что-то я... Не, ну да, Скаймак с таким затаром не мог идти в центр. Играть на кэре. Ну, на разыгрывающем герое, на мидере. Ну, а хотя может погонять Разорчика, например. Да, это можно. Это можно оформить очень даже серьезно. Смотрите, вот сейчас он всю ману потратит. Выпустит там все, что только можно в Разора. Уже у Разора полхп. Да, неприятно. Неприятно. Но, смотрите, смотрите, что там происходит. МСС не хватает. Там Наги Сирены. И вот Нага Сирена подходит. Можно Сиреночку сейчас качать, бросить. Но она не бросает. Сам же Разор был весьма серьезно пробит. Но, однако, мана там уже у Скаймага наполовину закончилась. Интересно, успеет он застакать или нет. Вроде бы на 54-й отвел крипов. Да, все в порядке, все появилось. Первый левел еще в Дарксире. Нет, уже второй. Уже второй. Как же так? Как же дали ему второй получить? Очень странно. Очень странно. Прям вдвоем набрасываются на него. Не дают ничего делать. Что, кстати, Клакверка, то он тут тоже второй получил. Но плохо играют саппорты. Честно говоря, я не понимаю. Против таких оффлейнеров, ну что? Вот он щеточек бросил. Пусть за щеточек там Сантимак разбирается с этими щеточками. А вы спокойно там зайдите ему в спину и просто погоняйте. Он даже через два играет такой вот агрессивный Дарксир. Смотрите, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Этого крипа убьет. Да, Антимагу вообще здесь фарма не будет. Ой-ой-ой. Хотя, ну самое время сейчас напасть на Дарксире. Сетка, сетка, сетка. И Виверна подошла. Отлично, теперь начинает избивать этого МССа. МСС под Тавр уже далеко. Он же очень близко, Тавр очень близко. Но последняя точка отпевается. Нет, First Blood Антимагу достается, как важно. Как важно. Две минуты у нас уже в игре практически прошло. По крипам вы видите, что несмотря на то, что разворот там гнобили, но ТС-то 10 крипов вынес. Неплохо. И Корока сейчас он тоже бьет. Нормально у самого Корока. Ох, Фиссура. Ну, тут ТС, конечно, оттуда не пройдет, но зато может обойти. Так, плюс еще и за рункой сходить. На хосте. Разор на хосте. Антимаг 9 крипов убивает. Гирокоптера тоже 9 крипов. Дарксир нормально фармить. Вот из тех, кто якобы не должен фармить. Но он такой был агрессивный. Из-за этого, конечно, его убили. Два щетка продолжает набрасывать. Линия будет очень серьезно пушиться вперед. Но есть у Антимага вот такой вот саппорт Виверна, который будет, если что, его хилять. Виверна опять-таки взлетела, но она еще не второго левела. Прыгает Антимаг вперед, ускоряется. Нага, успевает ли сетку повесить? Нет, бросает. Сетку хорошо. МСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС получше, чем у Дарксира в плане получения опыта, потому что у него почти четвертый, а Дарксир тут нет. Ну, получше, ладно. Получше, смотрите. Тут 161 опыта, здесь еще четвертый левел. Но Дарксир еще, конечно, побольше крипов убил, хотя всего лишь на 3. Но тут просто запушили. Как-то Кэрри... Что такое? Что с Кэрри случилось со всеми? Почему пушат? Ракета никого не убил плохо раньше, на обладавателя, позже. Кэрри линию не держит. Саппорты не отгоняют оффлэр. Посмотрите, вот подошел в наглую и вот фармит. Где вот Скаймак? Чем ты занимаешься, Скаймак? Один, ладно, Шейкер пошел на мид. Но почему Скаймак не вышел, впереди крипов не стал и говорит... Ну, понятно, там есть как бы... Так это же уже его проблема, да? Уже четвертого левела Клакверк, уже Скаймаку там с ним как бы и не совладать, потому что может там очень сильно просесть Коги батарейка и все, и Скаймак погибнет. Но такая раньше, когда это был первый левел, он на первом левеле помогал в центре, но был Шейкер тоже, который мог там Мур развлекать. В общем, какая-то неоднозначная на самом деле ситуация. Хочется вроде и пожурить саппортов, но понятно, что там они отводы делают, что они там еще что-то делают, поэтому все-таки вынуждены давать возможность фармить оффленнером. Но пока что саппорты команды Руд действуют более успешно, потому что все-таки Дарксир еще четвертый левел не получил, хотя сейчас саппорты отошли. Может быть, какой-то выход в Смаке, но Смак есть, пока его еще не разбирать. Но тут на самом деле тоже выход на Разора. Такой вот себе выход с золотой фиссурой. Так, ага, 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 полетели, полетели. Есть Виверно, ну а что? Есть еще и Нага Сирена. Хороший выход. Такой телепортирующийся выход. И вот теперь можно Разора попробовать. Но Разор руну инвиза-то скушал и... А нет, сразу же ее потратил, чтобы боту как-то восполнить. Вот там вот не достать. Плазмофил, дует Корака. Неприятно. Мув вот на 100%. Бросили антимага, никого не загангали. Штурм пятого как раз самое время было его убить. Теперь Нага здесь продолжает стоять. Ну окей. Окей. Не найдут себе места пока парни. Не понимаете, что делать. Может быть, как-то не хватает координации или чего-то. Я думаю, всего там хватает, на самом деле. Опытные команды уже играют на таком уровне. Такой турнир, в принципе. О, Дарксир еще тут делает то, что делает. Хороший Дарксир. Крипов там увел. У нас напряжение. Есть фиссура. И вот расстрел. Хотя Коги... В Когах неприятно. Ну, Му надо уходить. Му по табору ходить. Арканболк к нему попал. В Нагу попала ракета. И ракета от Клакверка в лицо гирокоптера. Ну, неприятно. Да, неприятно. Только-так-так-так. Аккуратно. Разор там еще подходил к своим парням. Через 5 секунд здесь будет руна. Можно дать Плазмофилд. И можно дать Статиклинг. Ну, надо было раньше давать Статиклинг-то. Или сейчас. Вот Статиклинг. Хорошо. Есть Коги или нет Когов. Но даже без Когов сейчас просто завалят. Да, это 2-0. Очень просто. Очень легко. Шторм шестой. Но у Разора есть. Хотя на хайграунде стоит. Оп. Ой, сильно-то просил Разор. Надо отпеваться. Шторм-то за ней МТС. Сики проел. Теперь надо пить. Теперь надо пить. Боттл. Боттл. Пить. Боттл. Не пьет. Боттл. Саппорты. Помогайте. Боттл. Пьет. Еще одна тычка. И Боттл спасает. Нет. Не спасает. Ну, шо ж так-то. Ну, Шторм воспользовался ситуацией. Видите, он на хайграунде здесь стоял и поставил реминанта. И Разор как раз подошел на этого самого реминанта. Вот. Если бы не он, то не погиб бы Разор. В итоге счет чуть-чуть подровняли. Да. 3-1 теперь сделали первый фраг. Причем важный фраг на Разоре. Ну, и вины Разора в этом нет. Он, конечно, делал что мог. Там, Ктики проел. Боттл отпевался. Ну, саппорты. Саппорты должны как-то более агрессивно сейчас действовать. Ну, или в принципе нет. Нет. Более агрессивно — это неправильное выражение. Они должны просто действовать. Саппорты. И одной, и второй команды. Дарксир. Пятый левел. Клокверк уже с ультимейтом. И половина седьмого у него имеется. Виверна. Ну, а дави, верно, ну, ничего не сделать абсолютно на Дарксиру. С нага они могли. Сетка там когда-то вот Сурж прожимает. И дальше антимаг догоняет и убивает. Антимаг, кстати, неплохо. Так фармит наравне со Штормом. Почему-то герокоптер просаживается так. Напали на Дарксира. И тот убежал. А здесь что? Здесь нага. Ну, как бы, нага уже не здесь. Нага в этом месте уже. Что ты там делала? Подружечка ты наша, девочка. Как так? Кого ты там хотел найти? Варды поставить или что? У тебя варды вообще были? Не было вардов? Не, ну, может быть, как-то отвод хотел там не допустить, чтобы сделали противники. Ну, вот-вот-вот. Вот, наконец-то. Теперь она в нужном месте. В нужном. В самом нужном месте. Вот можно нападать на Дарксира. Вот, давайте, давайте, нападайте. Оп, Дарксир. Ускоряется сетку. Антимаг должен прыгать сейчас. Антимаг прыгает. И плазма филдует разор. И вот так вот лопает антимаг своего противника. Фраг номер два. Три! Три, ты не понял. Три раза? Да, три раза Дарксир погибал. И Клакверк погиб только что. Ну, это был первый раз Клакверка, когда он погиб. Ну, очень даже не было, но 3-4 счет. 3-4 счет. В общем, антимаг, я так понимаю, гораздо лучше фармится. Сейчас, чем герокоптер, учитывая, что три фрага антимаг уже сделал. Давайте, можем даже быстрее коннотворцы посмотреть. Это 4 тысячи, а здесь 3 тысячи. Да, ровно на тысячу опережает. Вот она, тысяча в этих фрагах. Там по 200 за голову. Каждый раз 200, 200, 200, уже 600. Ну, может быть, там чуть больше. Где-то там, где-то может быть 250. 201, ну, ладно, 211, да, ну, почти по 200. Так, целая куча просто иллюзий. Нага тут наплодила. Это на какие-то хит... И тут иллюзии Разора. Что это такое? Почему они все стоят и ничего не делают? А вы, парни, постойте здесь. Как-то так, видимо, размышляет Разор. Пусть стоят там. Там, им самым, под тавером. Так, Шторм залетает. Ну, есть Виверна. Виверна взлетела. Поводочек работает. Корок улетает. Виверна такая... На бреющем полете. Вот уже спустилась вниз. Активно защищает свой тавер. Втроем саппорты стоят, но не нападают пока что на Му. Хотя, на самом деле, Му может напасть на кого угодно. Через 20 секунд, мне кажется, он должен был бы какой-нибудь... Ну, хотя, понимаете, тут с Дарксиром-то втроем расправляются, да. То есть, Виверна, Антимаг и Нага могут его убивать. По сути, никуда Му перемещаться не надо из этой линии. В центр приходить убивать Шторма, но это сложно, потому что дизейблов у Разора нет. То есть, да, можно его захукать, этого самого Корока. А потом, что с ним делать, непонятно. Он Коги поставил, он оттуда улетел. Туше. Все. То есть, просто стоять дальше, получать опыт. Ну, или, может быть, тогда стянуться к Му. Вот здесь вот было-то три персонажа, и Герокоптер, который там эскейпа особо не имеет. Ну, разве что эскейп у него в лице Шейкер, да, который фиссурой там может как-то отрезать. А вот когда Шейкер ушел, ну, можно на первого на Шейкер напасть. В общем, короче, в Триплу можно прийти туда, к Лакверку, и как-то попробовать подраться. Так-так-так-так-так, Антимаг там. Дарксир-то гоняет. Неприятно, Дарксир тут в Меку выходит. Но у него-то крип... Фарм идет, 40 крипов он имеет. 40 крипов имеет. Антимаг бит что-то четочка. Неприятно. Ну, вот смотрите, если хп-то не так уж и много, у него 7-7-7-7. Счастливая цифра. Ну, вот уже и не счастливая. Левел поднабрал. Кстати, девятый левел у Антимага. А что вообще по левелам быстро? Посмотрим. Вот масса девятых, три девятых. Восьмой игрокоптер отстает. Седьмой у Клокверка. Ну, дальше шестые, шестые. Саппорты рутов пока что пасут задних. Два четвертых у них левела. И это проблемка. Ну, на Творце, если вам интересны, то вот они. Графики, интересно, что нам покажут. Графики говорят, что ноль. Ноль. Делить-то ноль нельзя. Оп. Ну, фиссура. 405 мейт. Вот это да! Корак так, стрик, подхалявил себе, смотрите, так, сразу же на неплохой такой кусочек золота он нафармил. Вот это то, что должны были рутгейминг делать. Они должны были прийти и гирокоптера наказать. А в итоге... В итоге все случилось не так. Нархуны молодцы, конечно. Так, ракета летит. Здесь, ну, плохо. А сейчас вот поздно как-то руты реагируют на все события. Гирокоптер говорит, а я фармить. Не знаю, кто как, а я фармить. Антимаг немножко, конечно, пострадал после всех этих событий. Тысяча у него денег есть. И вот-вот-вот Корак. Корак. Корак видит нагу. Но на нагу летит. Нет, полетел на нагу. Ничего себе, нага. Пытается что-то сделать. Но там есть Виверна, которая вас... Хотя магия очень серьезно работает. Шторм... Шваркнуть, штормай, шваркнуть, штормай. Есть яночка. О, хорошо. Корак-то просел. Довольно-таки серьезно. Это ускоряется он, но погибает. И дальше МСС без маны. Антимаг не должен его отпускать. Он через секунду будет, блин, прыгать на ход. Надо прыгать на ход. Тычка. Еще один удар. И еще удар. И там... Ну... Ну а дальше-то? А дальше? А дальше убежал. Нага Сирина выжила. Шторм отдал. Сорванный стрик. 3-1. Ну у него тоже был, видите, небольшой стрик. Антимаг... Клокверк добил... Клокверк! О-хо-хо-хо-хо. Добил Дарксира. Просто снайпер. Виверна убила бустивающего корока и забрала 408 монет. Неплохо. Неплохо. Дарксирище. Погиб от рук. Клокверк атака. А тут Клокверк, по-моему, сейчас еще и убьет гирокоптера. Да, теперь можно спокойно погибать, потому что свою задачу он выполнил. Ну, вот пофиг, что он сейчас погиб, а он забил керри. Забрал керри. Керри забрал в соло. Вот это да. Оставили там. Вот, видите, начали сейчас активные действия саппорты. И сейчас они все погибают там. Чат... Вот ему повезло, наверное, что я его не увидел антимаг, так бы он там просто его и завалил бы. Чат пошел стучать тотемом. Фессура, хорошо. Ну, все, да. Кусок вот этого хвоста, это из змеи. Как-то немножко не доработали. Не нравится мне вот что-то так, кусок такой есть. Как-то можно было бы и сделать получше, что ли. Кирпичики, из которых змея состоит, как-то могли бы подлиннее сделать или покороче, чтобы там, ну, короче, чтобы не было вот такого куска, огрызка сзади. Ну, а может быть, наоборот, это, типа, прикол такой, хвостик. Бежал шекер. Фессурой махнул. Так вот, поставил такую змеючку. Не получилось забрать. Не получилось. Дамаги у Разора маловато. Там еще герокоптер дынает. Наглец! Наглец, просто наглец. Ну, Шторм на Клакверка не спешит влетать. Да, понятно почему. У Клакверка есть чем защититься. Есть у него батарея. А теперь, кстати, Шторм вышел на первое место по фарм, но антимаг еще без БФа, как бы. Так что... Так что понятно, почему. Нага без Мидаса. Ой-ой-ой! Ну, с помощью шейкера, конечно. С помощью шейкера можно такие фраги делать. Что-то становится 6-7. Ну, а Дарксир тут, как бы, рискует, но пока нет Наги, особо и не страшно. Пока Наги нет, вообще не страшно. Фортификация для того, чтобы Шторму не так легко было и просто забрать Тавр. Но он, наверное, и не сможет его забрать. Да, он решил отступить. Так, а чем Разор занимается? Свертьяша у него есть. У Разора по фарму, ну, меньше на 800 монет. На 700, на 800, чем у Шторма. Не так, чтобы это было там прям совсем критично, но все равно неприятно, что он сейчас Аршидик-то себе вынесет. И вот посмотрим, что он может сделать с этим Аршидом. Насколько он там будет гениально влетать. Странно, почему не Мека обычно. Мекают Разоры. Но это такой боевой Разор, что ли. Оп, фиссура в Нагу. Шторм будет влетать или нет? Где Шторм? Шторма нет. Замедлили Нагу. Ай, неприятно. Ай, неприятно. Сон и тэп аут. Ну, самое верное решение. Потому что... А, Шторм не влетал, потому что мало ХП было. Но, честно говоря, он бы там Нагу расконтролил. Однако Нага вовремя, конечно, аж Сон использовала. Я просто-напросто вышла из ситуации. Хадреско. А, это... Я понял. Владимир. Ну, может быть. И Разор надо бежать. Надо бежать отсюда. Потому что там, кстати, втроем уже подошли. Но, правда, он не видит Ска-Мага, который в невидимости там бегает. Но он мог его почувствовать как-то. Нага там уже, наверное... А, хотя, не уверен, что Нага видела, что там была ровная виза. Хотя... По-моему, там было видно. Да, неважно. Так, Криптайт. Глиммер собирает. Окей, там что, нападение какое-то антимаг? Но, скорее всего, нападение больше на крипов. Так, ну, смещается. Видите, смещаются наверх сейчас Архоны. И Мекка уже есть. И одновременно Мекка и Оршид появляются. Два хороших артефакта. И с этими артефактами можно... Нужно даже. Даже нужно. Не просто можно, а нужно. Оставили Тавер просто-напросто без присмотра. И, поскольку Дарксир его точил тут с самого начала игры, с помощью щитков... Ну, щитки-то дэмэдж по Таверу не носят, но отгоняют антимага от Тавера и Крипы там какой-то дэмэдж по Таверу носят. Поэтому потеряли уже первый свой Тавер. Рутгейминг. Заходит сейчас, смотрите, как через вражеские лески. А, маг. И... И Штор полетел на всех. Просто притянул к себе Му, но надо отступать назад, потому что... О, хороший хукшот! Где Коги? Коги по двоим! Коги по одному хотя бы! Есть! Калдаун сверху. Там Сайленс на Клакверке. Шваркнул антимаг, забрал двоих. Отлично! Просто избил от герокоптера! Герокоптер погибает! Есть! Тут кто еще? Дарксир просто бежит. Вот так вот сразу же... А, зацепили! Зацепили такие анисская мага! Нет! Кричитская маг! За что? Антимаг трипл килл совершил! Трипл! Трипл килл! Антимаг! И дальше фармить. Да, я тут пробегал. Трипл килл сделал. Я вас вертел. Трипл килл делал. И дальше пошел фармить. Четыре! Четыре персонажа погибло. Это катастрофа. И, ну, я не знаю, как архуны будут играть на другом турнире. Да? Но пока что они не выглядят победителями. Да, возможно, вы там не палите стратегии. Но на тех героях, на которых вы играете сейчас, можно играть и получше. И какие-то осмысленные действия свои. Ну, может быть, действительно, они там совсем... Да, мы тут мальчики для битья. А потом такие, как наберут форму, как покажут. Ну, не будем это обсуждать. Тут слишком мало информации. Слишком все это противоречиво. И, ну, нельзя, нельзя сказать, как там и что. В любом случае, антимаг 9800. И разор, который на 1000 отставал от шторма, уже Саша Яша. И у него 8000 нетворса. Ну, у него на 8000 нетворса 4 артефакта. Как бы из крутых артефактов только... Ну, на самом деле, у него 5 артефактов, да? Ну, вот, ну, из крутых только один, Саша Яша. Так, только калдаун там влетел в Клокверк. Клокверк погибает. Но Нага Сирена ведет преследование. Нага Сирена бежит. Сайленс получает. Замедляет его шторм. Разор тут как тут. Шейкеры Хаслэмят в одного. ТС, ТС, ТС. Забили, ситочку поставили. А, кстати, было неплохо. И Корок дальше за Носон. И Фессурра! Фессурра. Хорошо. Ну, вот это ответочка. Ну, вот, смотрите, пожурили мы архунов. Они сказали, да, что же такое-то. Мы все-таки можем драться. Две тысячи зарабатывают. По дэмоджу внесли Герокоптерская, Мак. Но все много дэмоджа внесли. Шторм, конечно, чуть-чуть поменьше. Ну, а тут как бы просто погибали. Разор. Ну, не пожалел Шейкер Хаслэм. Он пришел, накрыл Разора. На антимаг там попытался, конечно, подойти. Но поздно, поздно. Надо было просто дальше фармить. Реально, потерял время просто. Зато сейчас у Шейкера нет Эхаслэма. Поэтому самое время провести свою. Атаку только Разор воскреснет. Можно напасть на противника. Навязать им сражение. Вот подойти к Тавру здесь. Или просто Тавр забрать на халяву. Или подраться. Ну, потому что у Шейкера Эхаслэма нет. Как бы, ну, есть Фессур. А, у него Даггер сейчас появится. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Два-два-три, Шейкер. Это как три-два-два, но только наоборот. Нага с Глиммером. Но все-таки мне изначально казалось, что Нага должна выходить в Мидас и фармить на Родиан. Так, Шторм полетел далеко на Мун. Мубла из Мелла успел прожать. Кстати, он продавал, что Шторма довольно-таки неплохо. Есть там Мека, подхиляла Шторма. И благодаря этому он... Ну, не то, что бы там... Он бы не погиб, в любом случае. За Нагой там Скаймаг гонится. И Антимаг пришел Скаймага убить. Ну, на самом деле, правильное решение. Сейчас вот... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, Скаймаг, лети, лети. Так, Саллин сдает. О-ху-ху-ху, как он там погиб. И Шторма зацепили! Хорошо, Скаймага казнили. Шторм улетает на КГРАУН. Шторм. Очень мало у него. ХП-шторм за ним там прыгает. Это Антимаг, стянули Антимага, Антимаг. Фиссуру получаешь. Фиссуру, 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 фиссуру. Очень хочется кого-то убить. Кто здесь, где? Никого нет. Просто все в разные стороны. И Шторм там на 100 хп уходит. Неприятно. Что-то посили Шторма, но деваться некуда. Клаквер, конечно, потерял. Ну, на Клакверка вот сейчас в последнее время очень много агрессии проявляется. Даже больше теперь у него смертей, чем у Дарксира. У Дарксира, кстати, Даггер тоже появится очень скоро. А Шейкер с Хаслэмом и Даггером. Та-та-та-та-та-на-та-та-та-та. Ну, там Монта Стайл будет Антимага через, там, тысячу монет, грубо говоря. Летающий енот. Такой. Упитанный весьма этот летающий енот. Посмотрите. Такой, знаете, раскормленный. Или это не енот, я не знаю. Похоже на енота. Это смок. Как-то смоками пренебрегают команды. Вроде был смок у Наги. Я не помню, чтобы она его юзала. Или она его передала. А Виверни говорит, на, теперь ты носи. А нет, это смок Виверны. Ну, вот не было такого, что там смоки как-то зашли. Хорошо, там, куда-то как-то, там, чего-то. Может быть, и Разору надо было Монта Стайл себе собрать, чтобы сбрасывать Сайленс Штормецкого. Ну, решил Сашу и Яшу, чтобы быстрее бегать. Ну, может быть, может быть. Готовится с эхаслэмом впрыгивать Шейкер? Или не готовится? Ну, он там сверху заходит. Так, Шейкер, Шейкер, Шейкер. Разор видел его. Или что? Взлетает Шейкер на ход, прыгает. И в другую сторону бежит Разор. Но Разора здесь уже не отпусят. Сайленс он получил. ТС. ТС. Погиб. Ну, вот можно на Шторма. У него мало Ман, на Тимак прыгает. Ну-ка, Войт. Мана Войт. Мана Войт. Лопнул! Лопнул! А Шейкер эхаслэм не тратил. Здесь физуру на Клокверк. Прилетел сюда Коги. Пасов Коги. И Шейкер отсюда уже не может выйти. Не может. Блэд Белл. Тимак запрыгивает в Коги и забирает Шейкера. Есть нага. Сирена. Калдаун сверху пошел. Герокоптер. Герокоптера. Герокоптера. Герокоптера бить по лицу почему-нибудь. И он ТП-аут сюда делает. Можно саппортов как-то подрезать. И Дарксир. Что ты здесь делаешь? Дарксир на блинке пытается уйти. Но Тимак за ним. Хорош. А ну тут Башера нет пока что. У Манкиса нет Башера. ТП тогда будем фармить дальше. Ну вот Шторму надо быть очень аккуратным. То, что Разорта он забрал. Но фактор антимага решает. Антимаг просто так вот и ждет. Чтоб Шторм там побольше маны потратил. Мана Войта. Вот и все. Ответ на все проблемы. На Шекерах основном так и не потратил. Самое интересное. Не потратил. Кто-то заметил, что у Дарксира было 6666 на Творса. Ну может быть да. Адское число. Не помогло в последнем файте совершенно. Это красная панда подсказывают. Хорошо. Спасибо, друзья. Я, ну понимаете, тут проблема не могу. Я давать вам фидбэк хороший, качественный. Потому что, когда один комментатор, ну сложно мне и за игрой следить. И с вами в чате общаться. Вы помните, да, что было в первой игре, когда там мы решили пообщаться. В итоге 4 фрага пропустили. Потому что рассуждали. Что бы было, если бы были у Шторма скиллы антимага. В общем, рассуждали мы не об этом. Ну, смысл вы поняли. И смог наконец-то. Ну, это для того, чтобы на Рошана зайти. Это для того, чтобы довести антимага безопасно до Эншентов. Ясно, ясно, ясно. Хорошо. Иностранные комментаторы обсуждают тактики, а мы обсуждаем цвет курьера. Но тут, видите, кто на что гораст. Но тактики какие. Но мы тоже можем с вами тактики пообсуждать. Мы с вами тактики обсуждали во время драфта. А тут уже поздно что-то обсуждать. Тут уже надо драть, сражаться. Вот антимаг, видимо, готов. Но там, честно говоря, через АХ слэмбова можно и забрать. Да, у антимага тут довольно-таки немало ХП. Он реверочек себе приобрел. Вот это хорошо. Сражаю АХ слэмбова. Есть стенка. Все, в антимага просто полетела. Салисом удали антимаг, антимаг, антимаг сражается. Нет, стенка. Стяжкой в этом зарешала. Не выпустила. А нага середина... Че ты сон не дала? Че сон не дала? Сон? Где сон, нага? Сон? Может быть, далеко была? Ну, видимо, было далеко. Но в антимага просто все дали. Господа, это комментатор. Ой, комментатор, извините. Этот комментарий... Сейчас вот кто-то я прочел. Где же там кто-то сказал? Мама Войт. Хеджей и... Короче, там непереводимый никнейм у чувака, но мама Войт. Вот реально, это мама Войт, а не мана Войт от антимага. Штурм такой, мама Войт. Это в яблочко. В яблочко вы приметили, господин хороший. Не смог я прочесть ваш никнейм. К сожалению, там какая-то загадочная для меня надпись. Сложно. Там много букв английских, которые не складываются в одно какое-то слово. Та-дам. Антимаг воскрес. О, ка. Но, нага, конечно. Тут понимаете, в чем дело, как бы... Есть издержки работы комментатор, да? Когда там антимаг фармит и в него тут пять человек запрыгивает, то вы не фокусируйте свое внимание на миникарте, где там стоит нага, или вот здесь вот, где там она бродит. Вы смотрите на антимага, как в него скиллы влетают. Поэтому сложно сказать, что там делала нага, и могла она спасти, не могла она спасти. Кстати, правильный вард, потому что этот вард показывает всех, кто тут... Всех обороняющихся и эти обороняющиеся... Ну, сейчас будет опять их ослэм, или нет? Или да. Шесть секунд. Антимаг вот аккуратно, дружок. Тем более, нага не с тобой. И разор тоже не с тобой. Ну, разор зато... Да отдайте тавр, в конце концов. Да пойди пофарми, забей, манкис. Че ты? Как неродной. Отдай ты им тавр, хотят отдай. Нет, хотят драться. Есть от наги ТП. Вот колдаун. Хорошо, 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 хорошо. Расторр присосался. БКБ пока не жмет, все просто в рассыпную. Шторм, шторм. Что делать? Шторму. Шторм, шторм. Оп, антимаг нашел шторма. Увидел шторма. И тут гонят саппортов, разбежались. Эхо-слэма не будет хорошего, а хук-шот очень даже... Может хук-шот хорош закрывает. Есть фиссура, поздно фиссура. Дарксир мекку поржал на себя. Одного Дарксир уже погибает. Антимаг тем временем преследует кого? Никого он не преследует или преследует? Где антимаг? Непонятно. Антимаг ты где? Выходи. Ой, плохо запрыгнул. Ну бегут назад. Нага сон. Есть сайленс. На му. Антимаг, прыгай, 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 прыгай. Где мама вот? Мама, где живой? Две секунды, одна секунда, ноль секунд. Прыгай, не прыгает. Решил сменить цель на кого? На шейкера, шейкер. А, бежать! Говорят, антимаг, я делаю ноги. Я делаю блинки, я делаю все. Все, отцепись от меня, антимаг, уйди. Ну, вот так вот и подрались. Мама, воед. Ну, шторм был на грани Мама, воед. Да, у него-то не, смотрите, у него 400 ман там где-то было, то есть на тысячу, тысячу, у антимага получается третьего левела, 1.1, то есть 1100 магического урона влетело бы, да? Калдаун, герокоптер, так, сейчас разорка к тебе присосется, БКБ не спасает, дружок, вообще. Вот уже 70 дамаги, как у Наги, типа, что это? Что ты? Я не... Это было самое эпичное комментирование в моей жизни. Что они делали? Что? Что? Что они делали? Что вы делали, ребята? Если вы за моими междометиями не поняли, что произошло, я поясню. Шейкер каким-то чудом запрыгнул сюда один. Эхо-слэм, он не прожал, даже если бы он прожал, что бы он там сделал, там было 5 персонажей, а вся его команда была далеко. Хорошо, Шейкера забрали. Дальше что происходит? Падает Рошан, появляется надпись вот здесь вот внизу, и когда появляется надпись, шторм начинает лететь вот отсюда сюда. Пока он туда долетает, естественно, какое-то время проходит, там 2 секунды, за это время Егис забирается, и... Виверна такая, о, шторм, друг, привет, на чай зайдешь. Ну, какая-то ересь просто от Архоев. Ну, окей, команда Вега, только спасибо вам скажет, если вы так же будете играть. Там сейчас Ривер себе Разор приобретет, если что. Ну, ладно, он в Аганим выходит. Ну, Аганим он себе приобретет, если что, и... Хе-хе-хе. Да. Антимаг уже приобрел себе Ривер. Давно. А теперь у него еще и сердце появилось. Второе сердце в груди, понимаете? Как у Альфа было 8 желудков, так у Антимага 2 сердца. Интересно, а у чужих сколько сердец? Чужой. Альин. Альин. Ксеноморф. У них 2 челюсти там, типа. Оп, оп, Дарксир. О, да, 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 да. О, да. Ой, ну там был очень близок к лакерку, вообще, Антимаг на ход прыгает. Ну, а ультимэт можно не использовать. Ну, погонять, нет, используют. Ну, это было слабенько, вот Антимаг, честно. Там сейчас тебя могут принять. Надо теперь размансовывать, как-то такую. Ракету словил. Монтостайл норм. Почти. Но тут как бы Шторм, да, сражается с Тавером. Не, на самом деле он сражается с обстоятельствами, потому что обстоятельства сложились не самым лучшим образом. Вон, Тавр, че. Ну, забрал Тавр, да. Но Антимаг говорит. А у меня Аегис, если что. А у вас? А у вас ТП сейчас будет, десеточка, сон. А, ну, да. О, да. И ты, говорит, не можешь уже спасать вот здесь вот. Ничего ты не можешь спасти. Никого не можешь спасти. А мы-то там твоему герокоптеру-то уже нагнули. Он уже бежит там на фонтан, понимаешь, хиляться. А Антимагу вообще все равно. Тавр он уже забрал. Где Шторм? На всю ману полетел. Да, это Туразур еще Аганима, нет? А, там Супер Мека у кого-то. Это у кого Клокерка, что ли? Нет. Чуть-чуть просквозило меня, теперь начинаю сопливить. Ах, надо микрофон выключить и высморкнуться. Только некуда. Так, ракета. Бум. Бум. В ответ. У нас тоже есть ракета, у нас покруче. Да-да-да, фиссура. Это мы все проходили. Вот, Монта Стайл, пожалуйста. Барак, да? Был Барак, да. Калдаун, там. Да-да-да. Калдаун. Вард просто. Собственно. Шторм забрал Курьера, в котором ничего не было. Ну, почти попал, да. Почти попал. Ну, Антимагу... О, боже! О, боже! Там на 1000 хп просадил. Ну, нормально. Теперь за то, что Шторм вынужден будет отойти на фонтан, похиляться. Пока он там будет хиляться, Разор, которому не прилетел Аганим, убьет Барак. И Антимаг тоже ему поможет. Оп, стеночка, стяжка, шейкерах, а с левом. Но слабо. Вы видите, как слабо? Дамаги ноль. Комбинация улет. Хоть кого-то убить, Шторм на всю ману прилетел. Антимагу... Не имею оснований горить. Да, Антимаги просто камеру повесил, она за ним сидит, как бы, и все почитают в чат. Говорят, не спешит, живот уже болит. Так, а там сон. А, там все летят назад. Фиссура в Разора. Так он еще и уйдет. Да, ну, да, ну, бросьте. Антимаг, давай впрягайся за своего. Ладно, продали Разора. Ну, я понимаю, сейчас предсмертные вопли Разора. О, да. О, да. Ладно, друзья, давайте вернемся к игре. Я почитал, что вы там интересного пишете. Все хорошо у нас. Самый лучший чат. Как-то вот уже начали держать себя в руках телезрители. Или твичи зрители. Раньше, конечно, было гораздо больше всяких пакостей, гадостей. Но теперь, как бы, люди... Ну, это хорошо. Все развиваются. Все, как бы, растут духовно, морально, физически. Так что у нас с вами складываются самые лучшие отношения в мире. Ага. Такая сетка, она, опасная держит на месте. Ну, и вот они, два агонимчика. А у вас что на эти агонимчика? Давайте вообще по артефактам посмотрим. Вот так очень быстро можно посмотреть. Блин, Даггер, Форстаф, Олрайд, Бладстоун. Да, ну ладно. Шесть зарядов Бладстоун. Давно уже, оказывается, появился Аршид. Ну, то есть уже успел потратить. Баттерфляй! Ну-ну-ну-ну. Баттерфляй, здесь Форстаф. Блин. Какая-то Шива будет, возможно. Доминатор. Ну, тут гораздо больше артефактов. Смотрите, просто целая куча у всех. А, и там Баттерфляй. Ну-ну-ну-ну. Давно не видел антимага за Баттерфляем. Честно, очень давно. Может быть, Нага пусть соберет. Владимир, антимаг, башер или супер башер. Хотя, у антимага 300 урона. Что-то как-то не это. Не много ли, антимаг? Успокойся. Сколько у тебя скорость стаки? 0,44. Ангел-арену можно идти овнить, антимаг. Ты в курсе вообще? Просто всех убивать. Манкис не на шутку. Боже, 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 нет. Лети отсюда, беги. Один удар, второй удар. Смотрите, два удара было. Два удара было. Третий удар. Все. Ракета добила. Ну, три удара. Три удара. Ну, это скаймага, что, как бы, на самом деле, чё я, чё я удивляюсь? Это же скаймаг. Тут то же самое и со штормом может случиться. Три удара, там, моноберн, моновоид, в смысле, мамовоид, как вы его прозвали. Это слово дня просто, мамовоид. Клокверк там кого-то хукает, я не знаю, кого он хукает, но он промахнулся, честно. А антимаг убил две... два здания. И вот ударил по стройку. Там, типа, наточил клинок, чё-то затупился, или там подрихтовал немножко. Шторм, где шторм? Не вижу шторм. А, он нагу пытается убивать, но нага... Отдак... О-о-о! О-о! 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 Полетел. Прыжок, 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 прыжок. Это самое интересное. До свидания. Ну, а здесь что? Здесь ультанули в геракомблер, он там постоял. Мека есть, но героев нет. Шторм байбэк сделал. Хекс. А, это был Хекс, это не Шива, это Хекс. Ну, хорошо, теперь хрюшка бегает, хрюшка уже не бегает. Шторм. Так, Шторм. У меня просто один единственный вопрос. Нафиг тебе этот Бладстоун, если ты, ну, то есть, БКБ бы собрал, ну, может, это спасло бы от антимага, ну, или что, или... Ну, я не знаю. Ну, антимаг вот тут просто куражится уже, тут как бы все... А, еще и Разор подошел хорошо с ультиматом, нормально разваливает. Есть Хешка наверх, где стенка? Стенки нет, ничего нет. Тут просто маму поставил Коги. Убил. Минус три, минус семь. Байбэк сейчас тоже закончится. На сетка. Ну, нет. Ну, не отпускаем мы такие фраги. И... Два-ноль, друзья. Шторм. Улетел, прилетел. Да, молодец. Че с мегакрипами делать шторм, расскажи? А, ничего не делать. Просто спать идти. Че мучиться-то, да, шторм. Полетать, че напоследок? Ну, антимаг, говорит, только... Так ты полетай подольше, да? У меня мановоид уже прошел, уже КД прошло, говорит. Давай летай, я готов. Че? Искай, маг, пусть летает. Все летайте вокруг меня. Ману тратите, я... Я ж... А потом встаньте в кучку, пожалуйста, чтобы просто не мучиться, я мановоид выпишу вам. И все. И Рутгейминг побеждает. 2-0. Они проходят финал и встретятся там с Аммерс рифтами. Но финал будет завтра, если я ничего не путаю. И там в финале вас встретит тот самый господин Вилат, который напророчил победу Рутгейминг. И, я так понимаю, ему будет помогать Габлак. Так что, господа, welcome завтра. Welcome завтра днем и завтра вечером. Я быстренько очень расскажу, что...